Меньше месяца остается до референдума, на котором нам предстоит определиться, по каким правилам будем строить свое будущее дальше. Подготовка проходит открыто и прозрачно. К мониторингу приступила миссия наблюдателей СНГ. Глава цик Беларуси Игорь Карпенко уже вручил первое удостоверение международных наблюдателей. Предполагается, что в работе миссии примут участие около 120 наблюдателей от СНГ. Наблюдение будет долгосрочное. Это тот штаб, который работает здесь на территории Беларуси. Он будет все эти этапы отслеживать. А краткосрочное наблюдение уже ближе непосредственно к процессу голосования, который начнется с 22 февраля. Досрочное голосование по субботу будет длиться с 22 февраля по 26 февраля. И сам день голосования, основной день 27 февраля, это приедет уже расширенная миссия, которая сможет посетить и участки, и досрочное голосование посмотреть, и весь процесс вот этой электоральной кампании. Подготовлен пакет на писем соответствующие органы Республики Беларусь. Органы, которые уполномочены рассматривать заявления и возможные жалобы, которые возникнут в ходе подготовки и проведения республиканского референдума, с просьбой, чтобы они предоставляли соответствующую информацию в штаб миссии и меры реагирования по этим заявлениям и по этим жалобам. Миссию наблюдателей от СНГ на референдуме в Беларуси возглавит Ильхом Нематов. Ранее он уже дважды возглавлял такие же структуры на выборах в Армении и России. Особое внимание во время проведения референдума – соблюдению эпитребований. Перечень рекомендаций прорабатывается совместно с Минздравом.